Пошел уже третий год, как мы живем бок о бок с коронавирусной инфекцией. По данным Искитимской центральной городской больницы, в 2020 году она унесла жизни 195 пациентов, в 2021 – более 300. Почему молодежь ведет себя эгоистично? Нужно ли бояться пятую волну ковида? Пришел ли омикрон в Искитимский район? Об этом и не только. В минувшую пятницу, 14 января, в ходе пресс-конференции, рассказал главный врач Алексей Гайгородов. Четвертая волна коронавирусной инфекции пошла на спад. Заболеваемость уменьшилась. За последние сутки прибавилось 22 новых положительных пациента, а бывало 80, 90 и более. В стационаре остаются 102 человека. Дополнительно развернутые госпитали на базе терапевтического отделения гинекологии свернуты. На кислородной зависимости остается порядка 60 человек. Довольно много больных, около 10, мы из ковидного госпиталя уже отрицательных неоднократно перевели в терапию, потому что они требуют постоянной кислородной поддержки. Это уже стадия реабилитации после ковидных больных, которые без кислорода жить не могут, домой отпустить их нельзя, ковида у них нет, а лечить надо. Спад заболеваемости врачи называют «затишим перед бурей». Омикрон до эскетима ещё не добрался, но это дело времени. Пятая волна не за горами, и она будет длиннее, чем предыдущая. Именно сейчас нужно массово ускоренно вакцинироваться, предупреждают медики, а не ждать спецкозаболеваемости, когда будет поздно. На базе первой поликлиники открыты два пункта вакцинопрофилактики. Врачи готовы выезжать в сёла. Были бы заявки. Главнейшая задача – привить людей старшего поколения. Именно среди них самая высокая смертность от ковида. 90 с лишним процентов – это люди за 60 лет. Процентов 70 – это люди за 70 с лишним лет. Есть люди, погибшие в 80, 82, 93, 94 года. И это не старость, это, к сожалению, инфекция. Не было бы ковида, не было бы реанимации. Дедушка жил бы до 100 с лишним лет, как говорится, или бабушка. И если не привиться, то это абсолютно не защищено. Дети потом не помогут, которые советы дают. Не надо прививаться, там, туда-сюда, это вредно. Что вредно? Мы уже прививали здесь 30 с лишним тысяч человек. И никто не пострадал от вакцинации. Мы практически не имеем никаких реакций. Алексей Кайгородов призывает и родителей не препятствовать вакцинации подростков. Проверенная зарегистрированная вакцина скоро поступит в Скотимскую больницу. Чтобы коронавирус стал обычным сезонным заболеванием, как грипп, нужно иметь привитыми 70% населения. Молодежь ведет себя эгоистично. Почему? Они будут всегда болеть. Я не буду прививаться. Но он не думает о том, что он может быть переносчиком, что он может быть носителем. В легкой форме пришел к бабушке, бабушку похоронили через неделю. А он подожжает дальше. И он думает, что виноват в этом кто-то, бабушка. Бабушка-жертва. В новую волну при необходимости. Если Скотимская и Леневская больницы будут заполнены, ковидных пациентов будут направлять в госпиталь в Кольцово. Пока же медики готовы увеличить время работы кабинетов вакцина-профилактики. Это лучший способ избежать тяжелых случаев в будущем.